Волчонок Вероника представляет Полотенце моей жены Всем привет! Меня зовут Слава и я хочу рассказать вам мой секрет. Дело все в том, что я тайно пользуюсь полотенцем моей жены Миланы в надежде на то, чтобы она забеременела. Моя жена Милана очень красивая женщина. Но есть одно но, которое я хотел бы в ней изменить. Дело все в том, что Милана очень похудела после рождения четвертого ребенка. Я просто не могу привыкнуть к этим изменениям. И в конце концов я решился на то, о чем многие бы не задумались. Я начал тайно пользоваться ее полотенцем, чтобы она забеременела. Я делаю это для того, чтобы она забеременела снова и набрала вес. Тогда ее формы станут более округлыми. Поэтому я хочу пятого ребенка. Но я знаю, что она не согласится на это. Сначала я чувствовал себя виноватым за то, что делаю это втайне от нее. Но чем больше я об этом думал, тем больше понимал, что она откажется от пятого ребенка. И это единственный способ осуществляет мою мечту. Я не должен, конечно, делать такие вещи без ее согласия. Но она моя жена и должна угождать своему мужу. Вы не подумайте обо мне плохо. Я пробовал и другие способы, чтобы она немного поправилась. Но это не помогало. А вообще я работаю врачом-стоматологом. И по роду своей деятельности ко мне постоянно приходят молодые, сочные и красивые девушки. И честно признаться, я не могу спокойно работать. Меня отвлекают их округлые формы прямо перед моим лицом. Я стал мечтать, чтобы у моей жены были тоже большие формы. Я хотел, чтобы она была более округлой и пышной. Но моя жена Милана отказывалась даже обсуждать эту тему. Что порой вызывало во мне ярость. Я решил, что мне нужно что-то предпринять для того, чтобы решить этот вопрос. Я стал специально кормить ее сладкими и жирными продуктами, которые специально покупал для нее в магазине. Дорогая, я привез тебе вкусности из магазина. Уверен, они понравятся тебе. Спасибо, Слава. Надеюсь, ты не забыл про подгузники для нашей малышки. Они уже заканчиваются. Я купил много жирных и вкусных продуктов, чтобы ты наконец поправилась. А вот про подгузники я что-то забыл. Прости, дорогая. Но я не хочу набирать снова вес. Я тогда очень плохо себя чувствую, и мне тяжело и некомфортно. К тому же я пообещала себе, что приведу себя быстро в форму после родов и займусь спортом. Но ты слишком худенькая, Милана. Мне кажется, тебе нужно немного поправиться для твоего же здоровья. Но мне комфортно в своем теле сейчас, милый. Я не хочу снова набирать вес. Я предпочитаю здоровое питание, чтобы сохранить свою фигуру. Я принес тебе твои любимые пирожки и шоколадное мороженое. Я думаю, тебе немного не хватает калорий. Ты стала слишком худенькая. Спасибо, милый. Но я на самом деле не хочу есть такие вещи. И я хочу оставаться в форме. Я беспокоюсь о твоем здоровье. Я хочу, чтобы ты была здорова. В здоровом теле здоровый дух. Постарайся, пожалуйста, съесть хотя бы один пирожок. Это будет хорошо для тебя. Я понимаю, что ты заботишься обо мне. Но мне действительно это не нужно. Ладно, как хочешь. Я просто беспокоюсь о тебе. Если ты что-то захочешь, сразу скажи мне. Спасибо, милый. Я ценю твою заботу. Я был в отчаянии. Я сам готовил для нее вкусные пироги, печенье и пирожное. Надеясь, что она наберет хотя бы немного веса. Но она отказывалась от всего этого, утверждая, что хочет сохранить свою фигуру. Я не мог понять, почему она настолько упорно отказывается даже разговаривать на эту тему. Ведь она всегда была такой разумной и открытой для обсуждения любых проблем. Короче, я придумал вот что. Я знаю, что это звучит немного глупо. Но я установил приложение на свой телефон для отслеживания женского цикла моей жены. Естественно, я сделал это все в тайне. Чтобы подгадать, в какие дни лучше потираться ее полотенцем. На мой взгляд, это идеальный план. Кто бы что ни говорил, но я все же таки гениальная личность. Мои способности стали проявляться еще в детстве. И вот настал тот самый день Икс. Я подошел к мусорному ведру. Медленно отодвинул крышку и стал рыться в его содержимом. Мусор. Пакеты. Бумага. И вот они. Женские прокладки. Мое сердце замерло на мгновение. Я тайком надеялся, что их не будет. Но вот они. Это могло означать только одно. Моя жена не была беременна. Это было несправедливо по отношению ко мне. И моим стараниям. Я закрыл ведро и отошел. Не зная, что делать дальше. Но тут вдруг произошло то, чего я совсем не ожидал. В корзине под женскими прокладками я увидел таблетки от беременности. Я не мог поверить своим глазам. Мое сердце упало куда-то вниз. Почему она скрывала от меня это? Почему она не спросила меня? Почему она пила таблетки без моего согласия? А не имевший от шока, я собрался с мыслями и попытался найти ответы. Я чувствовал себя обманутым и неполноценным. Это был как удар молнии. Я не знал, что делать дальше. Вот теперь я понял, что сводило на нет все мои усилия. Моя жена Милана принимала противозачаточные таблетки. Она оказалась умнее, чем я думал. Я должен поговорить об этом с Миланой. Милана, я очень расстроен. Дело вот в чем. Я нашел в мусорном ведре противозачаточные таблетки. Почему ты их принимаешь без моего разрешения? Слава, почему ты вообще роешься в мусорном ведре? Я просто случайно увидел эти таблетки, когда выбрасывал мусор. Интересно, что-то полезное нашлось? Милана, не нужно отходить от темы. Что это за таблетки я нашел в мусорном ведре? И почему ты принимаешь их без моего ведома? Я не знаю, как тебе сказать. Но я решила, что пока что не хочу заводить еще одного ребенка. Но как же так? Ребенок — это счастье. Дети — это подарок от Бога. Но у нас уже есть четверо. Ты же знаешь, что я считаю, что нам достаточно. Мне сложно. И я не справляюсь. Это не ответ. Ты женщина. И обязана растить детей. И вообще, почему ты роешься в мусорном ведре и шпионишь за мной? Это мое личное дело. И я не буду спрашивать тебя о каждой таблетке, которую я принимаю. Но это же важно. Это же касается нас обоих. Я всегда мечтал иметь большую семью, где много детей. Мы с тобой это обсуждали. И почему ты думаешь, что ты имеешь право шпионить за мной? Мне нужно больше личного пространства. Я вообще просто хочу отдохнуть. Я твоя жена, но не вещь. Да не кричи ты. Нас дети услышат. Слава, я устала от бесконечных родов. У меня нет времени даже причесаться нормально. И ты мне совсем не помогаешь. А как насчет погулять с детьми сегодня? Проведем время на свежем воздухе всей семьей. Дорогой, я устала от всех этих детей. Я просто хочу отдохнуть. Я бы просто хотела побыть одна. Поспать, прочитать книгу. Или посмотреть фильм в тишине. Ладно. Я отвезу детей к бабушке на пару часов. А ты сможешь хорошо отдохнуть в это время. Это было бы замечательно. Мне правда нужно немного времени для себя. Надеюсь, ты понимаешь. Нет проблем. Я все понимаю. На самом деле нет. Я не понимаю, почему моя жена так устает от детей. Я считаю, что это ее обязанность. Она должна заботиться о них. И я не вижу в этом ничего такого тяжелого, от чего бы можно было так уставать. Ну да. Иногда они шумят и бегают. Но это же нормально. Они просто дети. А я и так работаю целый день. Хотя, если честно. Мне самому не очень хочется сидеть с ними, когда прихожу домой. Короче, я притворился, что понимаю Милану. Но на самом деле мне нужно было одно. Я хотел, чтобы ее формы стали более пышными и округлыми. Любым путем. А с детьми мне самому было неохота сидеть. Поэтому я отвез их к бабушке. Маме Миланы. Дети давно не видели бабушку. И мы как раз исправили эту ситуацию. Когда мы подъехали к ее дому, дети сразу бросились к дверям. Радостно крича «Бабушка! Бабушка!». У меня возникла мысль, что стоит привозить их сюда почаще. Я убью двух зайцев. Разгружу Милану и займусь планированием пятого ребенка. Бабушка всегда была очень консервативной во всем. Она любила, когда все было по старинке. И не одобряла новомодные штучки. Поэтому я показал ей таблетки моей жены. Которые я нашел в мусорке. Какой сюрприз! Как замечательно, что вы приехали ко мне! Дети так долго не были у бабушки и соскучились. Так что мы решили, что пора прийти в гости. Спасибо, дорогой. Я с удовольствием проведу время с моими внуками. Вот и отлично. А почему ты такой грустный? У вас что-то произошло? Дело в том, что я нашел эти таблетки у Миланы. Они для контрацепции. Мне кажется, она больше не хочет заводить детей. О боже мой! Может быть, у нее есть на то свои причины. Не спеши делать поспешные выводы. Но мне так хочется иметь еще детей. Я мечтаю о большой семье с вашей дочкой. Я понимаю, сынок. Но важно выслушать и понять Милану. Может быть, стоит поговорить с ней откровенно о своих чувствах и пожеланиях. Вы правы, мама. Я так и сделаю. Я тоже с ней поговорю. Отлично. Мне как раз это и нужно. Поддержка ее мамы будет как раз кстати. Я направился к своему другу на работу, который также был врачом. Мне нужно было с ним посоветоваться обо всей этой ситуации с Миланой. В голове крутились мысли. С моей женой явно что-то не так. Слава, привет. Давно тебя не видел. Привет. У меня проблема. Очень нужен твой совет со стороны. Что у тебя случилось? Рассказывай, чем смогу-помогу. В общем, дело такое. Я и жена ссоримся из-за детей. Но почему? У вас такие замечательные дети. Вот я и то же самое говорю. И прошу родить еще одного. Но она категорически не хочет больше детей. Я уже не знаю, что делать. Сложная ситуация. Даже не знаю, что тебе посоветовать. Дело еще усугубляется тем, что она пьет таблетки от беременности. Как вариант, тебе стоит попробовать заменить ее противозачаточные таблетки от беременности просто витаминами. Может быть, она и не заметит. И вы сможете иметь еще ребенка. Слушай, а это идея? Единственное, что это будет обман, и я не уверен, что это правильно. Ребенка должны желать оба родителя. Это, конечно, так. Но что делать с мечтой? Я бы так делать не стал, но решение принимать только тебе. Хорошо. Благодарю тебя за совет. Удачи. Прошло несколько часов. Где же там ваши родители? Вон папа идет. Вижу, вижу. Вы так быстро вернулись. Проходите. У меня в доме мало игрушек, поэтому мы пришли сюда. Да и я хочу поговорить с Миланной. Мам, как хорошо, что ты пришла. Я не знаю, как мне справляться. С четырьмя детьми очень трудно. Хорошо, что один в садике. Я постоянно устаю. Воспитывать четырех детей – это огромная нагрузка. Дорогая, я понимаю, что тебе сейчас очень тяжело. Но еще больше меня беспокоит то, что мой муж высказал желание иметь еще и пятого ребенка. Я просто не представляю, как я смогу это перенести. Милая, ты справишься. Милая, ты справишься. Но и бабушка нам поможет. Ведь правда же. Я, конечно, помогу. Но, Милана, ты должна также думать и о своем физическом и эмоциональном здоровье. Важно, чтобы ты не была перегружена. Мамочка, спасибо за понимание. Я категорически не согласна на пятого ребенка. Во всяком случае, точно не в ближайшие пять лет. Дети – это наше счастье. Как ты не понимаешь? Но ты мне не помогаешь совсем. А мне одной очень сложно совсем управиться. Ты же женщина. Твоя обязанность – растить детей. Прекратите оба. Милана, я понимаю, что тебе сейчас очень трудно. У тебя уже так много обязанностей. Ты должна в первую очередь заботиться о себе. У счастливой мамы будет счастливый малыш. Мама, спасибо за поддержку. Она очень важна для меня. Мой дорогой зять, я думаю, что сейчас не самое подходящее время для пятого ребенка. Давайте сначала решим, как мы можем помочь Милане справиться со всеми ее обязанностями. И тут я понял, что моя теща, несмотря на ее консервативные взгляды, не поддерживает меня. Такого поворота событий я не ожидал. Вот же старая кошелка. Я почувствовал смешанные эмоции, ведь я всегда старался быть хорошим зятем. Ее слова пронзили меня. И я почувствовал, что наша родственная связь начинает разрушаться. Наступил вечер. Он был такой же, как и все остальные вечера в нашей семье. После ужина мы начали готовиться ко сну. Я никак не ожидал, что произойдет то, что произошло. Моя жена Милана. Она взяла пузырек с противозачаточными таблетками и демонстративно выпила несколько из них. Она думала, что она победила. Я всегда был против таблеток. Все эти химические препараты могут причинить непредсказуемые побочные эффекты. Я верил в натуральные методы лечения. И всегда старался убедить Милану делать то же самое. Но вот если бы побочным эффектом от этих таблеток был набор веса. Я был бы только рад. Это было бы уже совсем другое дело. Я мечтал о более округлых формах моей жены. Каждый раз, когда я гладил ее спину или обнимал, я мечтал о том, чтобы она была немного пухлее. Я представлял, как было бы мягко и уютно лежать с ней рядом. Короче, она выпила таблетки и пошла спать. Но я решил не сдаваться и последовать совету моего друга. На следующее утро, когда Милана была занята с детьми, я поднялся в ванную и открыл ящик. Там лежали они, противозачаточные таблетки Миланы. Я нашел ее баночку с таблетками и осторожно открыл ее. Затем я заменил ее таблетки на обычные витамины. И положил баночку на свое место. Я думаю, это сработает. И она забеременеет. В следующие несколько недель я просто ждал результата своих действий и манипуляций. И просто надеялся на чудо. Я очень надеялся на то, что она скоро забеременеет. Каждый день я старательно наблюдал за ней. И искал любые признаки беременности. Я замечал, как она стала более чувствительнее к запахам. Ей повсюду стали мерещиться разные запахи. Иногда ей становилось плохо ни с того ни с сего. А иногда она испытывала странное чувство усталости. Я знал, что это могут быть признаки беременности. Но не мог быть в этом уверен на сто процентов. Слава! А давай сегодня вечером с тобой пойдем в ресторан. Поужинаем с тобой только вдвоем. И отвлечемся от всех забот. Звучит замечательно. Я с удовольствием проведу время только с тобой. Куда ты хочешь пойти? Я слышала о новом итальянском ресторане неподалеку. Он неплохо оценен по рейтингу. Так что думаю, нам там понравится. Хорошо. Давай забронируем там столик на вечер. Мы с тобой давно не проводили время только вдвоем, без детей. Это отличная идея. Мне очень нравится. Когда Милана пригласила меня в ресторан, я сразу понял, о чем идет речь. Она хотела поделиться счастливыми новостями, что она снова беременна. Я так рад, что мой план сработал. Дорогой, спасибо, что согласился пойти со мной в ресторан. Я так устала от детей. Нам правда нужно немного отдохнуть вдвоем. Милана, я тоже рад, что мы можем провести время вместе. Кстати, может быть, ты хочешь сказать мне что-то важное? Да, Слава, мне есть что тебе сказать. У меня есть для тебя новость. Господи, ну неужели? Я так рад. Я так волнуюсь говорить тебе об этом. Милая, не волнуйся. Я так ждал этого момента. Ты беременна? Дело в том, что даже не знаю, как тебе сказать об этом. Скажи просто, что ты беременна и все. Больше мне ничего не нужно. Нет, дорогой, я не беременна. И я не думаю, что сейчас для нас подходящее время заводить еще одного ребенка. Мы с тобой ведь уже говорили об этом. Странно, что ты настаиваешь. И я не понимаю тебя. Так что же это за важное объявление в таком случае? Моя мама подарила мне абонемент в фитнес-клуб на год. Чтобы я не грустила. И я хочу начать заниматься уже на следующей неделе. Но я не думаю, что это хорошая идея. Я против того, чтобы ты худела. Или что-то меняла в себе. Я подумал, что это какая-то злая шутка. Однако Милана продолжала ныть, как ей тяжело справляться с четырьмя детьми. Но когда я узнал, что инициатором ее посещения фитнес-клуба была моя теща, мама моей жены, я почувствовал смешанные чувства. Короче, я был очень зол. С одной стороны, я понимал, что теща делает это с добрыми намерениями и заботой о здоровье моей жены. Но с другой стороны, почему она все время вмешивается в нашу жизнь? Абонемент не будет для тебя стоить ни гроша. Его полностью оплатила моя мама. Мне просто нужна твоя поддержка. Короче, деваться мне было некуда. И мне пришлось согласиться на фитнес-клуб. Но все-таки я думал, как помешать ее плану. Я решил, что настало время что-то изменить в нашей семье. Я хотел, чтобы моя жена Милана почувствовала ревность и начала слушаться меня. Я задумал план. Я намеренно перестал закрывать сайты для взрослых на своем ноутбуке. И оставлял это на виду, чтобы она заметила. Я специально открывал сайты для взрослых. Чтобы Милана поняла, что мне нравятся пышные формы. Слава, что ты делаешь? Почему смотришь эти сайты и на этих женщин? Да че такого? Я просто смотрю на фотографии. Зачем тебе такие сайты? Я хочу, чтобы ты была такая. Чтобы у тебя были большие округлости. Но почему? Я для тебя недостаточно привлекательна. Но ты похудела и утратила все свои пышные формы. И возвращать их не желаешь. А это очень плохо. Но пойми меня, пожалуйста. Мне плохо в толстом теле. Мне тяжело. К тому же я чувствую себя неуверенно. Я не хочу поправляться, даже ради тебя. Женщина должна быть покладистой и должна слушать то, что говорит ей ее муж. Если ты будешь противиться, я уйду и разведусь с тобой. Это очень жестоко, что ты ставишь такой ультиматум. Я не хочу меняться, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. Если ты не можешь принять меня такой, какая я есть, то, возможно, мы и не должны быть вместе. Я очень разочарован. Ты подумай хорошо над этим. У тебя есть неделя. Я тоже очень разочарована твоими словами. Но я не собираюсь изменять себя для кого-либо. Я хочу быть любимой и принятой такой, какая я есть. Если ты не можешь дать мне это, то, возможно, нам не по пути. У тебя четверо детей. Ты больше никому не нужна, кроме меня. Ты знаешь, меня не страшит одиночество. Меня больше пугает провести свою жизнь с таким, как ты. Надеюсь, что ты одумаешься и сделаешь правильные выводы. Кто это? Это моя подруга Алина. Привет. Привет, Алина. Как замечательно, что ты пришла. Давно не виделись. Скучала по тебе. Я тоже скучала. Привет, Алина. Ты так потрясающе выглядишь. У тебя замечательная фигура. Просто пушка. Спасибо. Я так рад тебя видеть. Приходи к нам почаще. Я сейчас много работаю. Времени свободного немного. Ты так красива. Твоя фигура просто потрясающая. Я просто не могу не заметить. Это так привлекает внимание. Извини, Слава, но мне немного неприятно, что ты делаешь такие комплименты моей подруге. Чувствую себя неловко. Милана, я не хотел задеть тебя. Милана, я не хотел задеть тебя. Просто показалось, что твоя подруга действительно заслуживает комплиментов. Просто потрясающие формы, аж дух захватывает. Это моя слабость. Мне кажется, что это превышает границы нашей дружеской встречи. Я хотела просто провести время с подругой, а не видеть, как ты к ней пристаешь. Я лучше пойду. Простите, если что-то не так. Я чувствую, что мы не находим с тобой общий язык. Ты не уважаешь и не любишь меня. Это ты во всем виновата. Если бы ты прислушивалась ко мне, было бы все по-другому. Мне так неудобно перед моей подругой. Это все так мерзко. Я не хочу продолжать наши отношения, если ты не слушаешься меня. Я также начинаю сомневаться в нашем будущем. Если ты не можешь уважать мои чувства и границы, то, возможно, разрыв будет лучшим решением. Я не хочу жить с тобой. Ты меня больше не привлекаешь. Я давал тебе много шансов поправиться и набрать вес. Но ты все равно не меняешься. Все эти годы я мечтал о встрече с женщиной, у которой пышные формы. Но я был женат. А теперь я свободен. И хочу познакомиться с кем-то, кто будет воплощением женственности в моем понимании. Я зарегистрировался на сайте знакомств, чтобы найти девушку с пышными формами. Но дело вот в чем. Как только я начал общаться с женщинами, которые мне нравятся, я понял, что все они интересовались только одним – моими деньгами. У них не было никакой искренности или желания узнать меня как личность. Это очень разочаровывало меня. И делало меня еще более убежденным в том, что все-таки моя бывшая жена была особенной. К сожалению, реальность оказалась не такой радужной, как я ожидал. На каждой новой встрече с сайта знакомств я был обязан открывать свой кошелек и ничего не получал взамен. Я просто хотел найти кого-то, кто будет любить меня таким, какой я есть. А не кого-то, кто будет использовать меня только ради денег. Короче, с каждым днем я убеждался в том, что моя бывшая жена была особенной. Я стал жалеть, что развелся со своей женой. Я, конечно, понимаю, что не все женщины такие меркантильны, и где-то, возможно, есть та, которую я ищу. Но пока что я не могу перестать думать о том, как сильно я ошибся, отпустив свою жену. Я надеюсь, что найду кого-то особенного в будущем, кто будет любить меня не за деньги, а за мою личность и душу. Несмотря ни на что, я не переставал сидеть на сайтах знакомств. Я искал свою идеальную пару много лет. А пока я искал, моя бывшая жена с четырьмя детьми уже нашла кого-то. Такого поворота событий я, конечно, не ожидал. Я был уверен, что она никому не нужна. Моя бывшая жена снова вышла замуж. Когда я узнал о ее новом браке, я почувствовал огромную боль и тоску. Мы провели с ней вместе много лет, воспитывали наших четверых детей. И я уже даже думал о том, чтобы вернуться к ней и попробовать восстановить наши отношения. Но, увидев ее счастливой вместе с новым мужем, я столкнулся с резкой реальностью. Видеть, что она снова счастлива, но уже без меня, стало для меня невыносимо. Это причиняло мне невыносимую боль. Даже спустя 30 лет я не прекратил поиски. Но, к сожалению, так и не нашел свой идеал. Я пришел к выводу, что идеала все-таки не существует. А счастье может быть найдено в простых и повседневных моментах. Самое важное в жизни – это любовь и поддержка. Теперь, спустя все эти годы, я осознал свои ошибки и очень жалею о разводе с моей женой. Субтитры создавал DimaTorzok